Заходи, заходи, заходи. Не успела выйти. Друзья, всем привет! Замечательная дата сегодня. 24-е, 11-е, 24-е. Красиво, да? Конечно, красиво. Потому что день рождения. Хочу сразу. Я даже не представлял, что будет столько поздравлений. В ютубе, в тиктоке, в личных сообщениях, в звонках, в мессенджерах всяких. Я сегодня проснулся от телефонного звонка. И вот это вышло. Время без 28. Звонки продолжаются, продолжаются. Поздравления продолжаются и продолжаются. Друзья, огромное вам спасибо. Просто неожиданно много. Я знал, что будут поздравлять. Но чтобы столько... Я просто в шоке, если честно. Простите меня, если я кому-то не отвечу. Если кто-то пропущу ваше сообщение. Проигнори... Это не игнор, нет. Это просто... Их столько. Низкий поклон. Благодарю. Не напишу это. Всем скажу. Просто нет времени у меня ответить на столько сообщений. Без обид. Их столько много. Спасибо вам большое. Утро. Ночью был морозец. Да и сейчас. Немного есть. Так, ощущается. Ну, может быть, ноль. Может, один градус. Мороза. Во. Пойдемте, сразу покажу. Света все-таки вчера переделала. Вот таким образом сделала. Видите? Французские чулки использовала для накрытия от холода деревца. Полностью все убрала. И внизу так вот поставила бутылки. Ну, это опять же от зайчиков. Все переделала. И розы немножко освободила. Не полностью прикопанные. Все, как вы советуете. Все, как вы пишете. Огромное вам спасибо за это. За подсказки. Спасибо. Правда. Очень приятно, что такое у вас отношение к нашей семье. И знаете, это действительно взаимно. Я рад, что у меня такие подписчики. Я рад, что у меня такие друзья. Мы рады. Мы очень рады этому. Как же приятно получать столько поздравлений. Вы даже себе... Ну, было там десять с утра. Ну, ладно. Там как-то... Ого! Там... Ну, когда больше сотни. Когда уже... Ну, просто читаешь. Сердечки ставишь. Спасибо. Пишешь. Ну... А потом понимаешь, что ты просто будешь лежать и полдня до обеда только отвечать. Ну, это нереально. Спасибо вам всем. Тем более сегодня мы едем. Сегодня мы едем. Сейчас Светлана сварит вкусный кофе. Мы попьем. Соберемся и поедем. Обязательно вам покажу куда. Обязательно. Сегодня вообще будет насыщенная программа в планах. Так что, друзья, обязательно смотрите. Все-таки день рождения он должен необычно пройти. Правильно? Хотя, если честно, я никогда в своей жизни на свой день рождения никуда не уезжал. Вот мы на Светланы на день рождения всегда. То на базу отдыха, то еще куда-нибудь, то просто поедем. А вот я на свой никогда. Может, потому что в ноябре. Конец ноября. Уже холодно везде. Куда ехать, да? Ну, было бы лето. Может, правда, уезжал там в лес, на реку, на море. А в ноябре куда? И так получилось, что сегодня первый раз буду уезжать. Пойдемте посмотрим гостевой домик. Немножко вчера здесь работали. Есть изменения. Полностью проклеен плинтус. Все полностью сделано. Стены готовы. Здесь... Ну, плитка была. Уже просто промазали ее. Видите? Швы сделали. Теперь уголок здесь нужен. Ну, или что-то нужно. Потому что мне начали объяснять. Толик начал мне объяснять. А я так не понял. Ну, в принципе, он знает, что нужно покупать. Я ему так и сказал. И вот сюда он мне показывал. Ну, да. Наверное, что-то какие-то уголки будут. А так стены. Все уже готово. Осталось потолок. Линолеум. Плинтуса. Булерьян поставить. И трубу вывести. Ну, электрику подключить. Которая уже заведена. Здесь вверху она есть. Я показывал. Ну, она еще не полностью заведена. Тут еще нужно натяжитель ставить. А так все проведено. И даже автомат стоит в беседке. Дальше. Ну, это вот в ближайшем будущем подключится. И через весь чердак проведется вот сюда. В сарай в этот. И в гараж. Тоже электрика будет. Это уже в этом году. Сейчас приедем с дня рождения и сделаем. По двору. Полностью убранный двор. Дерево вчера тоже хотели спилить. Но единственное дождь. Целый. Целый день дождь практически шел. Ну, до обеда точно. И уже потом никто не приехал. В следующий раз. А так по двору. Все везде убрано. Ну, то булериан. Вот сейчас в дом занесут. То вот стеклянный столик. Он тоже накрыт. Ну, стекло. Что ему будет. Ничего страшного. Тоже занесется в эту комнату. Ждет. Ждут они своей. Своей очереди. А так везде все. Это тоже переноска. Которая идет вот туда. Все сделалось уже. Все убралось. Вчера на чердак очень много положил. И еще очень много нужно туда складывать. Читал комментарии. Ну, так скользь. Нужно было прибрать. Подместить на чердаке. Друзья, там такие щели большие. Если бы я сейчас начал там подметать. Все бы. Весь мусор бы упал просто на низ. На вещи, которые вот здесь. Стулья тоже писали. Надо накрыть. Конечно же их накрыли. Сразу же. Ну, не показал видео. Я не думал. Ну, как-то не показал. Но стулья накрыли сразу. И накрыли. У нас куски остались. Вот это. В зале лежит. Ковролин. Куски ковролина. И вот вы ими накрыли. Стулья. И все остальное. Так прохладно сегодня. Зато солнечно будет. Не будет дождя. Не будет слякоти. И хорошо. Хорошо. Уже как родной ясень этот. Какой же чистый воздух. Мэри спит. Выходила. Ну, час назад я вставал в туалет. И она выскочила. Буквально на полминуты свое дело сделала. Милка тоже в это время вышла. А вот я сейчас вышел. Она заскочила домой. В общем, пойдемте и мы. Светлана уже приготовила. Наверное. Вкусный кофе. Попьем. И будем собираться. Несколько раз попадались комментарии. Покажи какой бритвой пользуешься. Ну, брали мы на розетке. Это в прошлом году. Идеально. Мне очень нравится. В общем, если кому-то, берите и не пожалеете. Доброе утро. Доброе утро. Праздничный кофе. Праздничный? Праздничный. Спасибо большое. Смотри как. У меня вот так, а у тебя вот так. Пофиншую? Да. Инь. Янь. Проходи. Так ты Янь или ты Инь? Я Янь. Ты Янь? Значит, я Инь. Пока брился, друзья, еще шесть звонков. Огромное всем спасибо. Главное, что начали со вчера поздравлять. Ну, это, конечно, нельзя так поздравлять заранее. Я вчера смотрю утреннее видео и погнали поздравление. Я думаю, ну говори лишь 24-го. Ну, конечно, всем спасибо. Вчера поздравлялись с прошедшим, которые в том году… Это ты так решил? Да, это я так решил. Которые было в прошлом году, вчера были поздравления, а сегодня уже с сегодняшним. Понятно. На улице хорошо-хорошо? Хорошо. Угу. Солнышко. Сейчас будет. Будет хороший, чудесный день. Немножко будет холодно, но зато не будет ни грязи, ни слякоти. Это прекрасно. Угу. Много поздравлений тебе уже. Да, это просто… Да? Просто нереально. Да, да, да. Первый звонок был в 7 часов утра и пошло. Да. Все звонят, поздравляют. Конечно, это очень приятно. Да, это не то слово. Я столько даже не ожидал, что столько будет звонков, столько будет поздравлений, комментариев. Ну, как же, у тебя столько подписчиков, столько друзей. Как же может быть иначе? Ну, да. По-другому никак не может быть. Спасибо всем большое. В общем, друзья, пьем мы кофе. Будем собираться. Будем выезжать. Обязательно вам все будем показывать. Как я уже сказал, сегодня очень насыщенная программа у нас. Мы еще сами толком не знаем, какая она будет. Мы ее, наверное, да? Ну, планируем. Насыщенную. Ты? Да. Я даже не представляю. Все будет нормально. Посмотришь ты и вы, друзья, посмотрите. Обязательно. Обязательно покажу. Добра всем, здоровья и самое главное, мирного неба. Юра. Знаешь, что я хотела спросить? Юра, в этот день, ну, тебе идет много подарков. Ну, уже одну посылку мы получили. И пани Наталья просила, тебе ее раньше не показывать, чем 24-го числа, а отдать за утренним кофе. Так что... Так вы ее покупаете? Она уже здесь? Да. Так давай. Ничего себе. Вот это... Остальные на подходе. Еще будут? Здесь на Вылыкой богачке посылки. На, Вылыкой. Там уже ждут? Да, там ждут. Некоторые будут потом, позже в Сосновке, когда мы приедем. Да. Неожиданно для них. А вообще, ну вы даете. А ну покажи, что за посылка. Да ладно. Вот это сюрприз, действительно. А кофе сегодня вкусный, как никогда. Так и должно быть. Это откуда? Подожди, подожди. Откуда это? Это от пани Натальи с Бараваров. Вау. Это на файлику. Подписано. Ага. А это вам. Можно я зачитаю? Да. Можете та особисто? Юрий Михайлович, від всієї души вітаю вас с днем народжения. Божаю мощного здоровья. Божаю благословения. Нехай все задуманное вам и сбудется. А самое главное – миру. Вся посылочка на зубок для родинного вечера. Вяленые помидоры домашние та паштет из индичной печинки, сделанные в автоклаве, с повагой НВ. Вот это… Я вообще в шоке, если честно. Смотрите. Смотри. Да. И это… Свет. Сегодня обязательно откроем. Вот это да. Конечно откроем, да. Будем делать вот такое. Какая красота. На зубок. Да, точно. Боже, это какая вкуснотень. Смотри. Вяленые помидоры. Паня Наталья, ну… Вы у нас… Вы меня балуете. Да. Удивили, как удивили. Меня так это точно. Да? Да. Я просто… И ты ж промолчала, Ля. Ничего не говорила. Я вообще умею всегда хранить секреты. Смотри, крикеры для паштетика. Ага. Правда. О, иди сюда. И ты поздравлять пришла папу, да? Нырюш. Юрий Михайлович, мы эту посылку назад складываем и берем с собой. Да. Мы ее возьмем с собой. Вот это да. Юрий Михайлович очень рад. Да. Юрий Михайлович. Юрий Михайлович, ты все время любишь сладенькое вечером, да? Юрий Михайлович, это неожиданно. огромное спасибо за посылку огромное спасибо за такой сюрприз неожиданной и богу неожиданно и за такие теплые радушные слова я вижу как они написаны от чистого сердца благодарю вас и я от чистого сердца вас благодарю добра всем друзья здоровья и мирного неба всем нам всех ценим любим и уважаем ваша же в раблевы подпишись вот сюда